Это какая-то нереальная картинка, просто малая бухта, санатория, высокий берег, пляж называется высокий берег. Всем спасибо, что выбрали наши курорты, вы капитальные красавчики, мы вас всех очень сильно любим. Три, два, один. Так выглядит наша яхта под парусом, это просто восхитительно. По-моему, здесь еще веселее, чем было даже с той стороны. Вот это я что-то прям аж, аж, аж выдохнуть боюсь. Друзья, у нас в Анапе произошла трагедия. Я хочу обратиться ко всем людям, кто приезжает со своими детьми. У нас погиб мальчик Александр, его тело сегодня ночью нашли в море. Подробности пишут мальчик Саша, приемные родители забрали его из детского дома и решили поехать в Анапу отдохнуть, показать ему море. Как объяснили родители Саши, малыш купался в воде на горке, но мама отвела глаза в сторону буквально на секунду и больше его не видела. Очень жаль малыша. Вот такая вот невероятная трагедия унесла жизнь ребенка, потому что родители смотрели куда-то в другую сторону. Я понимаю, что сейчас век технологий гаджетов, но старайтесь на воде всегда следить за детьми. Царство небесное, бедное малышу. К сожалению, такие вещи у нас происходят в Анапе. Сегодня вас приглашаю на прогулку по шикарным каменным пляжам города Анапы. Если успеем, прокатимся на яхте вместе с вами, а также побываем на Малой бухте. Посмотрим на самый густонаселенный пляж города-курорта Анапы. От души приятного просмотра. Но еще раз бы, пожалуйста, следите за детьми, берегите детей. Отошлить это видео всем своим друзьям и знакомым, чтобы они были более внимательны. Только шок. Такие новости могут заставить людей быть более внимательными к своим близким. Пока, как говорится, ты имеешь, ты не ценишь, потеряешь, горько плачешь. Но сначала мы отправимся на улицу Промышленную. Я отвечу на вопрос, который мне постоянно задают в Телеграм. Где купить чачу, вино, кубанских производителей? Есть такое место в Анапе, друзья. И покажу цены на фрукты и овощи. Оттуда, собственно, начнем прогулку к этим великолепным местам на нашей набережной. Приятного просмотра. Мы находимся на улице Промышленный перекресток с Астраханской. Магазин называется Кубанские градусы. Астраханская 92А. Вы сюда можете прийти и прикупить вина кубанских производителей. Здесь 90% представлены все наши местные. Есть как чача, коньяк, вино, игристые вина. В общем, друзья, все, что вам надо, наше местное. Магазин работает с 8 до 23.00. Здесь, вот, можете видеть, как раз Киеве, Кадзор, Кубань, вино, фортуна. Все представлены наши бренды. Видите, как люди заходят, покупают, поработают, все, что надо. Сейчас я попрошу нам, расскажет, какие именно винодельни здесь представлены. Здравствуйте. В нашем магазине представлены производители Кубань. Долина – это станица Лушестеблеевская, Фанагория, Темрюкский район. Анапские вина – это станица Анапская, наш Анапский винзавод. Гайка Дзор, Реликто, фермерское хозяйство, село Варваровка. Фирма Олим, Крымский район, село Павловка. Также представлен крепкий алкоголь кубанских производителей и ближнего зарубежья. Очень много крепких спиртных напитков от ликероводочного завода «Фортуна», город Тимошевск, Краснодарский край. Ликероводочный завод «Хама», станица Северская, Краснодарский край. Коньячные заводы Крыма, Темрюка, Новокубанки. Также у нас представлены таре 1 литр, 2 литра, 3 литра и 10 литров кубанские и крымские производители. Отдельный стеллаж уделен винам Крыма. Производители различные, то есть и Солнечная долина, и Севастополь, и Судак, и Балаклава. Большой выбор игристых вин. Также есть заводы города Славенска, которые представляют серию Сабидиана и Раевские вина. Большой выбор в Тетропаке, литр, 2, 3. Производители Кубани и производители Крыма. Представлены консервация, производство Республики Армения. Есть также, ребята, разнообразные подарочные упаковки, в которых можете привезти для своих дорогих друзей вино. Я сам лично брал белое шарданное вино. На своем опыте хочу сказать, что мы его выпили полностью все. Пили долго, но не пропало. Вкусное, классное, вот такое. Прям и стоило недорого. Камускат стоимостью 10 литров за 2 800 рублей. По 280 рублей за литр. Могу советовать. Винная компания Южная. Классно. Допустим, вина Старокитровская начинается от 260 рублей за бутылочку вина. Это хорошая цена. Даже есть по 250 лоза. Чачу за 0,5 можно взять от 620 рублей. Если берем подарочное, он показывал, здесь чача стоимостью 1800 за 1,5 литра. Дорогие мои, если вы задумаетесь о том, где приобрести наши местные вина, такие как кубанские, таманские, крымские, обязательно приходите, покупайте подарки для себя и своих близких. И от кубанских градусов мы разыграем бутылочку чачи, друзья. Розыгрыш будет проходить в нашем телеграм-канале. Подключайтесь и участвуйте. В момент выхода видео я запущу еще и сам розыгрыш. Все подробности в телеграме. От души. Вы его название видите на экране. Также на промышленной можно закупиться большим количеством фруктов, овощей. Здесь их продают очень много. Здесь, если кто-то спрашивает, куда местные ходят покупать свои товары, то вот именно здесь это все и происходит. Такие развалы. Невтарин по 170, перфик 220. Здесь вот по 180, что такое Невтарин. И туда-туда побежал рыночек. Вот здесь секретное место. Мы сейчас чуть дальше пройдем, я вам его покажу. Тогурчики по 125, 150, помидоры, соточка яблоки, 300, виноград, колбика 500. Расси небольшой цены. Вот хорошее местечко. Здесь, правда, очень много людей стоит. Ну, вот здесь самое дешевое. Картофель по 50, цикла 50, морковка 50, 150 Невтарин. Перец по 100, 150 есть мелкий виноград, 150 перфик. Сотка баклажана, помидоры по 150, огурцы по 85 и кабачки по 85. Арбуз по 28, кстати, стрелка. Тоже дальше перфик продают на дороге. 130 домашний, виноград, 110, Крым 480, одна штука 250 лоток. Здесь крупный персик, 168, Крым 168, абрикосы очень крутые. Вот они, цены на промышленное, если что, приходите. Сливы по 120, яблоко 95 и еще, пожалуйста, там цены. Невтарин, абрикосы, черешня 400, вишня 208, голубика 480. Ну, так я понял, что тут по всей промышленной, вот там, вот там, есть такие вот небольшие торговые точки. Сливы вообще по 100 рублей. Персик 120, 170, абрикос 120, нектарин 165 и тут по 500 голубика. Ну, теперь отправляемся через Ореховую рощу, готовую набережду. У нас сегодня ждет большое путешествие по этим прекрасным Стаманапским. Сейчас нахожусь на улице Крылова. Сзади меня бывший ЗАГС Анапский. Район, конечно, застроился вообще. Я помню эти места, когда здесь еще не было ни одного дома. Я, кстати, в то время, как бы, и женился. Тут можно пройти как здесь, тротуары, все хорошо, так и пойти во двор и по тенистой линии прогуляться. Многие даже не знают, потому что есть такая возможность. Сюда между домами тоже улица Крылова называется. Идет 9-этажечки, видите, и дальше там аллея прогулочная начинается. Это старые дворики зеленые. А пока хорошо, что между домами ничего не построят. Поворачиваем на Озовскую улицу. Вот, кстати, о чем я говорю, что посередине ничего не построят. Между домами строят какой-то хрен. Там детская площадка. Ну, может быть, это что-то для детей тоже. Спортивно хорошее. Я зря возмущаюсь. Там дальше аллея прям самая красивая. Пересечение Азовской и улицы Лермонтова. Здесь стоит Бест. Крил Юрьевич Лермонтов. И далее аллея уже до Ореховой рощи практически. Очень тенистая, классная и прекрасная. Лавочки. Сел в тенищике, отдохнул. Телефончик почитал. Красота. Мне нравится, как этот сквер преобразился. Здесь добавили площадку, сдавая занятие спортом. Можете видеть, как парень подтягивается. Направили на покрытие. Очень круто. Все, что прям вот такие площадки нам нужны и важны. Все. Мы быстренько уже прошли этот сквер. В Анапе чинек. Очень важно. Это еще очень важное местечко. На улице Космонавтов 34, перед парком Ореховой рощи, находится море плова. Здесь вкуснейшая узбекская кухня, которую вы можете выбрать поесть. И цены как бы прекрасные. День добрый. Так что, если что, приходите сюда обязательно попробуйте. Много раз дегустировал. Ребят, пока не хватает времени. Надо бежать. Вот она Ореховая роща, друзья мои. Мы уже делали на нее обзор, но все обновления. Собирал в комментариях самое важное здесь замечание. Отсутствие этих самых высаженных огромных количеств роз. Деревья погибающих. Слева страны, вы видите, что они засохли нафиг. Там тоже много засохших деревьев. Отсутствие автополива. Хотя вот вроде трубки есть, да. Но земля местами мокрая, местами нет. Но надо их деревьям было проводить. Наверное, я так понимаю, что люди хотят, чтобы был везде этот автополив. И здесь ничего не пересыхало. Вот такие вот замечания, что газоны печально выглядят. Вот хотелось бы хороших, классных. Я буду надеяться, что в дальнейшем все это исправить. Сейчас место тоже, несмотря на то, что вы не завершили до конца, очень популярно. Сюда стекается огромное количество людей в вечернее время. И в дневной, вот смотрите, две туи, одна засохшая из них. Мне кажется, глупо в Анапе сажать туи. Надо сажать что-то другое. Вот сосны, орехи, фруктовые деревья. То есть то, что у нас местное, растет хорошо. Смысл туи никогда не понимал. Не нравится ни мне, если честно. Люди выбирают отдых под деревьями. Вот мы в скамеечках поразделались. И мы выходим к центральному квартану ореховой рощи. Я уже слышал в сети, что появлялись сообщения о том, что люди считают, что недопустимо видеть столько много детей в фонтанах. Ну, блин, это же контактный фонтан. И, по-моему, тут все для этого создано. Ребенок вообще загорает. Красота, друзья. Пишите, может быть, я что-то еще не отметил. Чего вам хватает, не хватает в логике в хвороще. Я считаю, что в Анапе таких пространств должно быть нереально много. Потому что мы город-курорт. И чтобы людям было возможно где-то отдыхать. А так тут, в принципе, красиво. Еще что-то доделать, а будет еще лучше. Качели. Одну сломали причем. Жалко уже. Надо, чтобы починили эти помосты. Там детские лазалки, домики, турники. Ну, в принципе, так-то и все, что надо. Даже белочки здесь лазают по деревьям. Нет, нет, мне присылают отсюда видео. С ними в Телеграме вы их тоже видите. Очень важно, что у нас здесь есть туалет бесплатный. Сейчас иду проконтролирую. Все ли там хорошо работает. Ну, и парковка. Есть вокруг практически всей Ореховой рощи. Можно припарковаться тоже хорошо. Дима плюс Маша. Туалет чистый. В принципе, все хорошо. Радует, что там открыли походу-проход. И туда людей тоже очень много ходят. Но я иду в начало пока новой набережной. Потому что в дальнейшем это будет ее середина. И здравствуй. Наша прекрасная набережная. Единственное место на набережной, где есть у нас официальная велодорожка. По ней можно здесь с правой стороны кататься. Есть лавочки, на которых можно посидеть. Ну, и место, откуда можно наслаждаться. Видами на пляж 40 лет победы. Посмотрите, сколько там людей в море купается. Просто красота. Девушка какая белая. Прямо как набережная. Вау. Сколько судов разных в море. Круто. Все страны начинаются. Это местечко, с которым можно наблюдать все, что происходит внизу. Ну, наша камера позволяет заглянуть далеко туда в море и увидеть, что происходит на всех пляжиках. Это у нас и 800 ступеней, и 300 ступеней, частично разрушенные. И здесь запретная территория за забором, который находится. В общем, везде люди отдыхают. Вот он забор. Видите, заходи туда. Запрещено. Мы сегодня на 40 лет победы не пойдем. Недавно делал хороший большой обзор на него. Смотрите отдельном видеосюжете. И сколько людей купаются в море. Здесь навесы, лежачки. Лежачки по 300. Кстати, спасательные вышки есть. Катамараны прокатом, рублей по 700. Ну, и наши подписчики здесь отдыхают. Вот так вот. Вид еще на новую набережную красоту. Место очень хорошее для обзора и наслаждения всеми видами и красотами каменных пляжей Анапы. Море чистое. Море не цветет здесь. Если вы не любите водоросли, пожалуйста, снимайте. В этих районах наслаждайтесь чистым, прекрасным морем. Вот теперь, как практически отдыхающие, можно прогуливаться по нашей набережной. Наслаждаясь видами, что справа на дома, такое всегда, что слева на море и белокаменная набережная. Друзья, смотрится это очень и очень красиво. Это прекрасно. И в этом Анапы. Сила, что много мест разнообразных. Мне кажется, даже на набережной с автополимом здесь деревья не выдержит. Видите, желтеет. Шалко. Вот если, конечно, погибнуты здесь они, хотелось бы, чтобы росли и радовали глаз. Людей, кстати, сейчас здесь немного. На пляжах что-то я тоже не сказал бы, что толпы. Так что этот район Анапы не такой уж и востребованный. Или переполненный, правильно сказать. Поэтому приезжайте, отдыхайте. Смотрите эти места, если вы любите каменные пляжи. Единственное неудобство, что надо использовать коралки или специальные тапки для купания на камнях, чтобы вам было удобно и вы не повредили ноги. Заработала кофейня библиотека. Также здесь фоногрии, шумринка. И уже очень много людей, которые сидят и на море глядят. Красота. Здесь еще есть парковка, но она вот сейчас прям переполнена машинами. А тут по вечерам происходят у нас классные музыкальные представления. Здрасте. И за Анапы только. Блан-де-Нуар. Здесь находится ресторан. Далее у нас уже выход напрямую к 40 лет Победы. Улицы полицейские находятся. Машинки, кстати, куда-то поразъезжались. Все с правой стороны здесь мидии и устрицы передвигают. Ребята, там можно прийти, поесть. Вкусное, я думаю, будет. По крайней мере, отзывов плохих об этих местах я особо не слышал. С левой стороны мы видим шатер, который у нас, правда, как под снос, но стоит, пока радует посетителей. Много в этом году сделали благоустройство. Поставили навесы. Ну, красиво у них, честно. Будет обидно, конечно, будет сносить опять мусор и грязь. Ну, как говорится, не от нас это зависит, не от наших желаний. С правой стороны кофейня, которая туда же должна отправиться. А также там есть туалет. По крайней мере, он должен быть. Вот люди пытались туда пробраться. Что-то у них там есть. Вот получается. Парус кафе. В нем, если что, туалет. Ходите туда. Пиццерия по прямой базилик. Это здесь советую. И продукты с правой стороны. Так выглядит сам спуск. 40 лет победы. Здесь ездила машинка, но сейчас ее не вижу. На самом деле, у нас была трагедия здесь. И это очень печально, что так происходит, конечно. Здесь у нас как раз-таки стеклянная набережная. С такими навесами. И стульчиками. Красивое место. Пофоткаться можно прийти. И посмотрите, какая кристально чистая вода. Прям как хочется туда. И обратиться к людям. Посмотрите, сколько вам мусором кидали. Обидно, что так происходит. Вау. Какие просторы анапские. Как вас зовут? Меня зовут Никита. Передаю привет всем отдыхающим и неотдыхающим. Кто находится в великолепной Анапе. Совершенно верно. Кто находится в великолепной Анапе. Рекомендую всем прогуляться до креста и назад. По горам. Хорошие места. Дайте вам сейчас руку пожму. Это прям супер. На самом деле, я был дальше. Я почти от Суко пришел пешком. Это вообще круто. Молодцы. Вот когда люди приезжают и гуляют, они раскрывают курорт в полной мере. Потому что те, кто видит, как выглядит Анапская бухта, как сердце, это прям совсем дорогого стоит. Спасибо большое. Хорошего вам отдыха. Можем увидеть, как кафе Парус отдыхают люди. Причем много мест здесь занято. Девочки пьют коктейли. Кто-то просто на лавочке снизу сидит. Это у нас гибискус цветет. Сейчас у нас также лотосы, ребят. Работают экскурсии. Советую по также наблюдению моих подписчиков из телеграма. Заходите к нам, подписывайтесь. Там реально много информации. Смотреть и узнавать друг о друга. Там очень удобно. Вот они пишут, что лучше ехать в первой половине дня. Потому что, когда полуденная жара приходится, лотосы закрываются. И самое красивое цветение именно с утра. Здесь же, возле 40 лет победы 1А, великолепное цветение гибискуса. А еще в этом доме находится Harmony Place. Здесь расположено местечко, в которое я прихожу очень часто. Для того, чтобы получить массаж от Заура, моего любимого массажиста. Ему от души спасибо. Вот после катания и активного отдыха на Вейке, он прям меня вернул к жизни. Зарядил энергией. За что ему спасибо большое. Сейчас мы подходим к спуску трудящихся. Либо 200 ступеней его называют. Сколько же много людей. Какое кристально чистое море. Великолепная погода. Температура воздуха сегодня плюс 30. Цик гулять не хочу. Друзья, но прежде чем начнем нашу прогулочку, хотелось бы на пару секунд забежать в то место, в которое меня сделали таким вот прекрасным и красивым. И рассказать вам про девочек, которые приглашают вас на стрижки, манекюр, педикюры и все остальные уходовые процедуры. Слишком много стало переживающих насчет моего внешнего вида. Я приехал, друзья, в Владимирскую, 144, город Квартана, под салон красоты, преображение. Пойдемте, преобразимся. Режим работы с 9 до 21, телефончик номер, вы видите. Косметика для волос, шампуни, кондиционеры, масла. Появилась косметика Майитан с Алтая, в большом ассортименте и будут еще поступления. Также работают и с женщинами, также есть услуги маникюра, педикюра и много еще чего. Вы можете об этом во всем узнать у них по номеру телефона. Ну, в принципе, как в любом салоне красоты. И вот теперь вы видите результат после. Говорим спасибо Евгении. Приходите, у нас очень много процедур и маникюр, и педикюр, и наращивание ресниц, массажист. Очень много всего. Ждем. От души. И я знаю, что уже приходили мои подписчицы, делали себе подобную процедуру. Пишите об этом в комментариях, как вам понравилось или нет. Будет интересно узнать ваш ответ. Необычный образ, я думаю, создали. Но смотрится, по-моему, великолепно. Я счастлив, а это самое главное. Теперь дальше. Приятно смотреть, как довольные наши люди гуляют по нашим набережным. Слушают цикад, смотрят на море. У нас есть небольшой приятный ветерок. Кстати, заходит туча. Сегодня вроде прогнозей дождя нету, но будем надеяться, что закат состоит. Потому что тучи висят пока на том горизонте, куда солнце садится. Меня это не сильно радует. Ну и вот он спуск трудящихся, называю его так, потому что здесь улица рядышком находится. Но кто-то зовет его 200 ступеней. Здесь вкусняшки продают ребята, паркуются велосипеды и ходят по деревянным ступеням к морю. Этот пляж тоже недавно у нас был на обзоре. Повторяйте, то, что делаю я, как говорится, выполнено экстремалами-профессионалами. И посмотрите на эту красоту. Сколько людей здесь влезут. С утром уже наши подписчики вот с того места присылали видео. То, как выглядят эти места сегодня. То, что их благодарю. Если вы тоже где-то отдыхаете, держите нас в курсе, как там море, как там пляжи. Нам будет очень интересно. Будем вам от души благодарны. Потому что, если честно, когда ты смотришь на такие места, хочется сюда приходить и делиться иметь со своими дорогими подписчиками. Потому что отдыхать в них вдвойне прекрасней и веселее вместе. Тем более вы видите, насколько здесь незагруженные пляжи. Все свободно и пустынно для вас. Отдыхайте, друзья. Знайте об этих местах. От души, от меня. Посмотрим, как выглядит береговая линия и отдыхающие на ней на пляжах 200 ступеней. Вот такая красота, ребята. Людей очень-очень много. Это дальше уже не трудящихся, а Тургеневский спуск и маяк сверху. Красота. Хованский Алексей. Поздравляю вас с днем рождения. Желаю здоровья, счастья, долгих лет жизни. И пускай у вас в жизни не будет ненастья. Только солнце, море и все. Хорошо. А до 6 дня рождения. Поток людей уже идет с моря. Мы отдыхались, а мы идем вдоль берега. Гуляем дальше. Подходим уже к улице Трудящихся. Здесь у нас и сосны, и лох серебристый, красивый сохранился. И впереди целая аллея Гибискуса еще. Аромат стоит великолепный, цветочный, классный, анапский. Вот улица Трудящихся. В этот район приезжаете, где-нибудь ищите парковку. Они здесь всегда заняты. Здесь СЭС у нас находится. И уже приходите дальше, вот сюда влево на пляж Трудящихся. Либо туда вправо дальше идти. Там, в принципе, можно по Тургеневу улице подъехать и тоже отдыхать. Ну и вот они, цветы Гибискуса. Невероятной, прекрасной красоты. И как я люблю напу цветущую, красивую. И люблю делиться с вами этой красотой, друзья. Фантастика. Идешь и счастье. Вот он, рядом. С левой стороны море. С правой стороны цветы. Однозначно лайк. Ого! Вот это да! Это что такое за шмель? Я такого еще никогда не видел. Ребята, кто разбирается, что такое вообще? Огромный какой-то цветок Гибискуса. Я думаю, вы представляете, как он большой. И какая огромная... О, ай! Ты кто такой? Вот это да! Жесть просто! Ну, честно, по-моему, я такого никогда не видел. А если что, пишите, если вы разбираетесь. Офигеть! Надеюсь, он не кусается. Сквер называется у нас Аванесова. Есть имя здесь Бюст. Такое тоже место для обзора на море. Это был у нас врач. За что ему спасибо. Он был очень хорошим человеком. Многие о нем говорят очень хорошо. Гибискуса вам еще хватит надолго. Видите, еще много свежих бутонов. Так что приходите обязательно. Мы подходим к следующей улице, которая сюда упирается. Набережную нашу. Называется она Тургенево. И выходит вот сюда. Здесь тоже у нас спуск к морю Тургеневске. Его в прошлом видео про камень и пляж я показывал, рассказывал. Мороженое, квас для вас. И там тоже можно парковать, машину искать. Места. Небольшая парковка тоже занята всегда перед этим спуском. Потому что спрос на него очень большой. Ну и людей сколько отдыхает там, прям много-много. Здесь у нас спуск к пляжу на Тургеневский спуск. Лесенка идет красиво. С правой стороны кладбище начинается. Старое наше Анамское. Можете заглянуть. И вот этот забор, который уже давно все просят убрать. Сделать скамейку вдоль всей набережной. А дальше высадить зеленую изгородь какую-нибудь. Чтобы она тут росла у нас хорошо на этих камнях. И было бы идеально. Сидишь, смотришь на море. Сзади зеленая изгородь. А потом уже кладбище. Никто никому, как говорится, не мешает. Идеально. Запрещено здесь ездить на самокатах, друзья. Но, как видите, народ продолжает кататься. Хотя, честно, расширить бы эти места, сделать накаты. Можно было бы велодорожкой пользоваться этой прям от души. Тем более технологии сейчас позволяют вдоль берега сделать еще такой проход. Здесь, конечно, такое уже некогда. Просто три человека или расходятся еще самокаты. Это бред. Если вы будете двигаться, друзья мои, то обязательно думайте о том, что надо поворачиваться назад и смотреть, какая там красота перед вами открывается. Потому что можно пройти и все это пропустить. А так прям очень и очень красиво. Виды, наверное, шикарнейшие, конечно. В Анапе смотришь на всю эту красоту и получаешь максимум эстетического удовольствия. Главное, говорит, что все-таки самокаты не сбили. А так все хорошо у нас. Все красиво. И мы доходим к такому треугольничку, с которому открывается уже вид далее на наш анапский маяк. Подмаячный пляж. Раньше там был спуск. Но его перекрыли. Сейчас люди через забор прыгают, спускаются. Но это опасно, друзья мои. И в обратную сторону. На Тургеневске, трудящихся. Сорок лет победы мы отсюда особо не видим, потому что он за углом. Ну и утрищ наблюдаем, друзья. Заходят в собой очень красивые тучи над нами. Красота Анапа великолепная и классная. Потому что здесь вообще вода крестая на людей немного. Вот кто ходит по берегам, находятся идеальные пляжи для купания практически в одиночестве. Вот отсюда краски вид на пляже снизу маяка. Если здесь отдыхали, напишите обязательно, как вам понравилось там или нет. Ну, судя по стеклянной воде прозрачной, это очень круто. Смотрите, как в этом году очистили кусты, чтобы на набережную не залазили. Молодцы, ребята. Люди спускаются, несмотря на то, что там забор. Прыгают через него и идут на эти пляжи. Я, когда только становился, так сказать, блокером, помню, купился телефон. Перелезли мы здесь с вами с трансляцией и подскользнулся на камеру и спил телефон. Но весь воспоминаний до сих пор остались. Мы доходим на улицу Протапова. И здесь у нас маяк. Право, сквер Кудовича, который выведет вас в центральной площади. Там очень хорошо прогуливаться. Тенистые места. Есть фонтан людей. И советую, друзья, кафе-маяк, мини-маяк, возле которого легко сфотографироваться, чтобы не мучиться возле большого маяка. Девушки на лесопедах рассекают наше пространство. И есть классные скамейки, в которых можно практически полежать и позагорать. Места супер. Здесь сейчас людей мало. Такое, еще и как будто все куда-то ушли, на нем покажу потом пляж, на котором как раз-таки все они находятся сейчас. Сейчас жара стоит просто вроде бы и не сильная, но прибивает, можно сказать. Я уже прошел практически 6 километров. 33 на солнце. И очень влажно, друзья мои. Хочу также вам еще сказать, если вдруг у вас есть желание, возможность поддержать канал, донатом, на водичку, то же самое попить, на бензинчик машину залить, чтобы пешком не ходить, по номеру телефона, который видите на экране. От души буду вам благодарен. Спасибо. С первой стороны, друзья, у нас улица Трепастная выходит. Это с другой стороны, сквера Гудовичана. И здесь у нас начинается тенистая аллея возле маяка. Вот тень, смотрите, вот солнце. И все выбирают проход именно по тени, потому что очень жарко на солнце. Здесь у нас рисуют мужчину. Дальше у нас, ребята, находится кафе, которое подписано на медийное место. Сюда можно прийти поесть. Разных блюд. Как-нибудь забежим. Давно я не был на набережной. Надо прогулочку вечернюю со стримом здесь и строить. Короткий воз есть. И в старом здании маяка находится кофейня. Здесь у нас то строят помосты деревянные, то разрушают помосты деревянные. Короче, непонятно. В данный момент все есть опять. Вот можно кофе-то го взять с собой и пойти, блядь, с кофеячком. Люблю кофе, но сегодня что-то не до него как-то. Здесь у нас есть разнообразные тренажеры, на которых люди занимаются спортом. Велотренажеры, подтягивания, теннисные столы стоят, ну и набережная, которая гуляет очень мало людей. Вот эти паруса мне тоже нравятся. Посмотрите, сколько судов у нас. Просто что здесь только нету в море. И скоро мы с вами тоже сейчас выйдем, пойдем прокатимся. Кайфовый день сегодня. Кайфовый влог, я думаю, будет для всех. Тех, кто смотрит нас. Смотрите, с правой стороны проходим еще один бесплатный туалет. Его уже проверять не пойду. Будем надеяться, что работает. Далее у нас находится Сиазон. Мы снимали обзор на нее. Еды мне девушка приглашала сюда на свидание. Мы показывали, какие вкусности там есть. Я впервые попробовал такую большую устрицу, наверное, с кровью. Не помню, как она называется. Здесь кофе-напитки. Мороженое очень вкусное. Мы пробовали в прошлый раз. Совет вам о душе. И глины разнообразные. И закуски с коктейлями. Также пиво тоже местных производителей. В общем, крутое место. Приходите на кухню. Вы здесь обратите 100% внимание. Я уверен, что вам она понравится. Особенно с видом на море. На таких вот лавочках сидеть, наслаждаться. Улица Калинина. Если что, один вбивайте в навигаторе. Вот по этой улице приедете сюда. Далее мы проходим в эту часть набережной. Доходим до сад и моря. И подходим к новой старой набережной. Набережная санатория Малая бухта. Есть такая небольшая тавтология из-за названия. Здесь в том, что санаторий Малая бухта находится на высоком берегу пляж. А в Малой бухте находится пляж Высокий берег. Здесь у нас красивый осьминожек. Отреставрированный, подсыпанный. И призывающий на отдых. Крепно? Выходим на эту набережную. Смотрим по сторонам. Кайфуем от того, что нет людей. Блин, здесь прям радует. Все здесь снимаем. Все места, в которых нет народных. А потому что все вот они. Не хватает даже мест. Люди вот на проходах загорают. Все на лесу сделаны. Пляжи подготовлены. Надо будет отдельно сходить. Как-нибудь. Сейчас, наверное, спустимся сюда и пройдемся по этому пляжу. Посмотрим, как здесь. Но просто месиво из людей. А не того, что здесь их очень много. С левой стороны банька. Тут дача еще одна есть. Дальнего края. Как здесь красиво все отдыхают. Вот за берега, видите, такая белая взвесь стоит. Дальше туда водичка. Он покажу тоже. Она кристально чистая. Как здесь всем кайфово отдыхается. Души желаем им, чтобы все у них на отдыхе получалось. Такое хорошо. Вот, смотрите. Чуть дальше вода кристально. Еще видно контраст. И очень много судов разных. Здесь как просто яхт, так и разных с прозрачным дном кораблей заходят. И большие тоже ходят катамараны. Отсюда все можно лучше все разглядеть. И смотрится красиво. Давайте поближе покажу вам всех людей. Спуститься, ребята, на этот пляж можно по такой лестнице. Можно на лифте. В правой стороне у нас здесь кофейня. Косметику предлагают. Сам в санаторе Малая Бухта находится. Но также шаурма и гира есть. Я предлагаю сейчас, наверное, все-таки на лифте попробуем спуститься. Но сначала посмотрим цены на еду. Туда дальше можно было пройти и сверху спуститься на пляж. Высокий берег. А мы там поднимемся. Вот, что видите, красивая зона для того, чтобы поесть. Здесь кукурузу продают. Семины здесь по 150 рублей. Сейчас пока не жарят. Свежевыжатые соки. Разные напитки. Чебуреки. Шаурма с сыром. Пусть это за 250. Шаурма обычно 220. Можно поесть. Для вас она готовится. Аж свини потекли. Дальше у нас Малая Бухта Кафе открылась. Там с кондиционером можно посетить. Детская игровая зона. Большая такая есть. В общем, спускаемся. Ух ты, я хотел спуститься к морю. Ребята, а лифт не работает. Вот так. Ремонт идет. Ну и здравствуй. Наше море. Прекрасно и классно. В этом году люди жаловали, что здесь установили. Кстати, с левой стороны жаловались на то, что установили вот эти бунглы и убрали лежаки. То есть место для всех бесплатного стола еще немножко меньше. Ну, как говорится, арендатор воспользовался штурмом века, чтобы переоборудовать пляж в то, что мы с вами сейчас видим. Так-то, в принципе, красота. Давайте с левой стороны пройдем, все посмотрим. Здесь есть собот прокат, ребята, предлогера. Здесь под наместными прям очень-очень много людей. Но вот такие есть кафе с левой стороны. Нужно посмотреть. Мангал заказа 200 грамм. Мангал 150 рублей. Мангал 200 грамм 300 рублей. Помещение большое. Люди едят. Но отдыхающие, конечно, количество мне очень нравятся лежаки. В тот момент, когда заняты все. Потому что место под тенью здесь ценится. Собственно, здесь баня находится. Вау. Интересно, как сейчас выглядит здесь левая сторона. Прокат шизунга здесь по 200 рублей. Если не ошибаюсь, ребята, целым правильно увидел. Здесь у нас красивые такие капельки сверху слезают. Об этом месте многие знают. Его в этом году тоже почистили. Сделали снова красивым. А фото даже по карте с чеками идет, чтобы понимать, насколько круто здесь снимать. На пляже есть бесплатный душ. Шизунг я правильно видел по 200 рублей. Ну и количество людей, конечно, меня радует. Море чистое. Двигаемся дальше, чтобы успеть сегодня как можно больше охватить территории пляжные. Я, в принципе, впервые, наверное, в этих местах. Еще летом. Вот количество людей я, честно, прям обомлял. Столько народу. Я даже себе представить даже не могу. Круто. Общите обязательно, как вам, какие ощущения того, что вы видите. Нравится, не нравится. Кто-то отдыхает прямо в этих загородках. Ну, здесь вот они в прокатах сапов. И береговая территория. Красиво. Конечно, посмотреть на всех счастливых, кто приехал. Здесь у нас поместился. Всем спасибо, что выбрали наши курорты. Ой, капитальные красавчики. Мы вас всех очень сильно любим. Дай бог, чтобы все, кто еще приедут дальше, поместились среди вас. Вот это все. Бунгло такое, стоимостью 2 тысячи. Можно снять. Переодевалки есть. Толя еще не нашел. День добрый. Приветствую вас. Расскажи про свои сапы. Ой, у нас сапы работают каждый день. Пока море хорошее, берите, катайтесь. А сколько стоит? Идеально. 800 рублей час, полторы тысячи рублей весь день или тысячи рублей в сутки. Берите, катайтесь, наслаждайтесь. Красивым девушкам бесплатно? Нет. У меня еще дороже будет. Это тоже наши люди. Ребята, нам красивые видосики присылают. Так что можете к ним смело обращаться. Сапы у них хорош. А вот 2 тысячи рублей. Все подписано с 8 утра до 8 вечера. Можно снимать, друзья мои. Клево. Смотрите, массаж и цены на массаж. Что почем? Если что, ставьте на паузу. С этой стороны тоже очень круто. Света смотрит. Вот он, лифт. Люди приходят, но лифт не работает. На ремонте мороженое. Дальше там, дальше туалет. Подойдем к нему, посмотрим. И еще один подход. Давайте с этой стороны. Глянем на эти места. Как они выглядят. Какая красота. Сколько людей. Прям вау. Попробую пройти, говорится, вдоль берега. Но не получится. Ну, спасибо еще раз. Ну, всем, кто приехал, хорошего отдыха. Желаю, чтобы у вас все получилось. Я на этих пляжах, ну, честно, раньше не видел столько людей. Наверное, просто летом сюда особо не приходил. Если вы тут отдыхали, столько их тут наблюдали, напишите мне об этом тоже. Магазин даже есть. Слушай, чебуреки есть. Какой еще огонь просто. Все, что вам только надо. Вот, туалет 30 рублей. Молодцы, хоть не 50. Это уже радует. Меня тупо открывали торговые точки в этом году. Много чего здесь изменилось. И что он века мотивировал на то, чтобы здесь произошло развитие. Вот нам говорили, бары появятся. Пожалуйста, шармашешь. Выдь на шпажки. Ну, есть теперь здесь пляж довольно-таки даже крутой. Кофейня, коктейли, вообще, на смузи нам надо. Смузи, фрукты, овощи. Озовется, ноу комминс. Здесь тоже поесть можно. Гамбрини Ставропольской Семьерной Пивовой Армии предлагают вам. И морская баня от Юрия, которая тоже может и прийти. Банька крутая. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Место, чтобы посидеть, можно отдохнуть. Вот с таким вот прекрасным видом. Шикарно. Здорово. Привет. Как отдых? Ты работаете, а не девчонок тут вовлаживать. Здесь туалет указан в ту сторону. Так же есть переодевалки, массажные услуги и все остальное. Красота, друзья. Не знаю, что стоять, не лед, шьет друг об друга. Прошли мы основную часть и сейчас идем туда ближе к повороту. Здесь тоже сделали новые медвесы. Видно места, где можете отдыхать. Даже стулы какие-то поставили. Интересная концепция. Дальше у нас здесь есть точка общепита еще. В общем, берег Анапский в этом месте очень сильно изменился. По крайней мере, то, что я вижу. Здесь есть разные шашлыки. Дебра по 140, 170, сильная шея. Здравствуйте. Наши люди тоже. Можно поесть шашлык. Напивки разнообразные, газообразные. Коктейли, кофе, фреши, смузи. Супер. Вот, как девушки выжимают лифчики свои. Это отдельный вид искусства. Ух ты, какое массажное место. Вот у них цены на массажные услуги. И мы выходим в то место, где яхт-клуб у нас находится. Здесь пляж. Тоже забить людьми. Просто, друзья, куда ни посмотришь, везде в Анапе люди, 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 люди. Здесь есть спуск для тех, кто на колясках, либо с колясками, для людей с ограниченными возможностями. Туда можно пройти на пляж, как раз таки, санатория Малая Бухта. Сюда направо мы пришли на самый лучший оборудованный пляж Галичный Анапы. Это пляж-санатория Высокий Берег. Ну, собственно, называется Высокий Берег. Находится в Малой Бухте Анапы. Здесь у нас туалет по 30 рублей. Есть туалеты для людей с ограниченными возможностями. Есть переодевалки, волейбольная площадка, где все лето достаточно. Играют ребята, восхитительные девушки отдыхают у нас на пляжах. Ну, и шезлонки здесь предлагают. По чему, мы сейчас узнаем дальше. Здесь, с левой стороны, он огорожен. Есть места, где можно отдыхать бесплатно под солнцем. Ну, либо, говорите, шезлон к себе и жаритесь. Вау, мама. Вот это я что-то прям аж, аж выдохнуть боюсь. Вот это да. Здесь пандус есть для людей на колясках специально. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это круто. Очередь в тапочках. Жаль, подошла, а как туда пройти и где там отдыхать? Вот это да. Спасибо всем, кто приехал в Анапу. То, что я вижу, меня очень сильно радует. Это просто великолепно. Классно и прекрасно. Анапа – лучшее место на свете для вашего отдыха. 2024 года 100%. Спасибо, что ее выбрали. Круто. И восторг. С левой стороны прокат есть. Здесь тоже шезлонги. То есть мест для отдыха очень много. Туда можно на дикие пляжи. Выйти на Бунгл. Ну, как, на Бун. Там немножко опасно прохнуть. Поэтому будьте аккуратны. Ну, как говорится, каждый выбирает свое. Здесь удобно. Галечное покрытие. Мелкий вход. То есть идеально созделано для вашего великолепного отдыха. А что еще надо для отдыха с детьми? Если вдруг там светет море, вам это не нравится в области? Ну, здесь водичка баламучена тем, что людей очень много. Ну, так там, в принципе, чисто. А тут дача выплывает. Вы там. Зубыки, кстати, не заплываете. Там она уже пристанет. Ну, пожалуйста, и молодежь приходит. У вас какие-нибудь беленькие. Не берегитесь. А если вы только приехали, это опасно очень так загорать. Я прям уходить отсюда не хочу. Потому что я счастлив со всех тех людей, которые тут вот так вот. Мы с вами смотрим на отдых людей на пляже Малая Бухта. В Малой Бухте, санаторий, Высокий Берег. Пляж называется Высокий Берег. Короче, я спасибо хочу сказать всем, кто приехал. Выбрал отдых у нас. Потому что то, что я вижу, это просто восхитительно. Ну, то есть в море творится то же самое. Мне интересно, если бы все люди вышли из моря, что бы было? Что-то дальше на второй части этого пляжа. Он тут как полумесяцем, бухта, да? По-моему, людей еще больше даже. Фантастика. Юрий Азаровский, Телеграм-канал. Не забывайте подписаться, чтобы быть в курсе всех событий. Ну, а сами смотрите, сколько много людей в море находится. Эта картинка прям для тех, кто не любит много людей. Ну, прям, наверное, страх будет. Температура воздуха в море 36. Показывает, надо вот сюда отойти, где поменьше народа, замерить температуру водички. Есть уже кикер с такими матрасами, так и без них под сдачей водителя. Выдать за купающимися людьми, которые даже не хотят вывозить из моря. Они уходят два войска. Особенно, когда уходишь много детей. Ха-ха, сальто сделал. Специально для канала Юрия Азаровского. Красавчик! И температура воды 29,6, друзья мои. Не сказать, что я в восторге, это ничего не сказать. Я прям залип на классно отдых всех тех людей, которые здесь находятся. Температура по 30, воздух 30, что еще хотеть, как еще надо лучше отдыхать. В общем, еще раз говорю, ребята, приезжайте, пока сезон продолжается. Шторма у нас, возможно, только в августе, пока прогнозов их нет. Так что вы будете кайфовать, вот как все эти люди, которые здесь находятся. В принципе, здесь людей отдыхает тоже много на лежаках. Ну, есть свободные. Вот мы только что смотрели здесь пляж практически весь сильно занятый. Можно вот с этой стороны посмотреть на него тоже. Здесь люди отдыхают, потому что здесь людей поменьше. И на пятачок раньше тут через камушки, а сейчас тоже, по-моему, прыгают. Я просто вот эту вот тему с прыжками со всяких там камней, высот на фиоленте выложил в видео. Я уже начал его монтаж. Посмотрите, там это прям культ такой вот, как здесь, видите, ныряет. Мы тоже сюда приходили, с этого камня прыгали. Видосик у меня даже в прямом эфире есть. Здесь у нас народ тоже собирается. Так что тут опасно то, что подвергаем прям ко мне. Надо понимать, как вы прыгаете. Вода кристальная. Еще и при этом 30 градусов. Видим, как сюда яхтсменов возвращается обратно в бухту. В общем, друзья, настоящая анавская красота. Да, отдыха, что может быть получше. Ну и прокат. Катамаранов, таблеток, все находятся здесь. Катамаранов, наверное, таблетки на банане катают. Вот так выглядит сам лехт-клуб. Здесь его из контейнеров соорудили. Главное, чтобы 5 шторм не снесло. Из этого все пришло, потому что все эти контейнеры плавали. Которые здесь стоят. Фантастическое место, где любилось очень много людей. Здесь несколько баров есть по всему пляжу. Лизаки как под навесом, так и под солнцем. Есть передевалки, санузел тоже впереди. Там сзади он показывал, еще впереди один будет. Давайте по ценникам посмотрим, что здесь, по чем продается. Есть мороженое от 100 до 140 рублей. Хорошо подписано. Водичка, допустим. Вижу там в полторашках водичка по 100 рублей, по 50,5. Есть разливное по 150. В общем, есть также поп-корн, вы можете все заказать. В общем, друзья, наслаждайтесь, получайте удовольствие. Полный миг от отдыха. Все есть, все для вас. Ну, а здесь волейболисты играют. Не нажились на насмерть. Ах, подача. Принял, скинул и перекинул. Та-да. Улетел. Тут можно поподтягиваться. Хорошая площадка для воркаута. И это очень круто, чтобы дети этим занимаются. Ну и брусья здесь очень крутые. Шикарные места для вашего отдыха. Так, я сегодня, кстати, не подтягивался. Точнее, вчера, сегодня надо обязательно тоже на турничок пойти. Здесь у нас переодевалки. Люди рядом с ними. Столбственные цены на джекилл. Знаете, справа в стороне столовой находится. В общем-то, да. Отдых в Кайф. Прям реальный. Для всех тех, кто сюда приехал. Есть свободные места. Кстати, я зря наговаривал. То есть, пляшный на 100% занят. Здесь места для вас есть. Ребята, приезжайте обязательно. Самое главное, ребята, всегда, как я и говорил, приглядывайте за своими детьми. И, если видите, рядом детей беспризорных, поинтересуйтесь, где их родители. Здесь спасатели сидят. Ребятам желаем, чтобы поменьше было у них работы. Это самый центр. Тут все лежаки заняты. Лежачки здесь по 300 рублей можно снять. Что-то цены просто не увидел, обычно писали. Это веб-зона. Здесь по 1000 рублей делали. Сейчас не знаю, что почем. Еще один бар по центру есть. И по центру есть еще лежаки. Пойдем посмотрим, сколько стоит такая VIP-зона с ложами, настилами. Более свободные места. Ну, море-то все равно одно, друзья. И стоимость в этом году на террасе 1200 рублей. Тут даже можно стирать и писать новые цены. Тут динамическое ценообразование, короче. Я так думаю. Переодевалка и выход на правую сторону. Здесь не навесы, а зонтики сделаны. Ё-моё! Есть также бесплатный душ. По-моему, здесь еще веселее, чем было даже с той стороны. Круто. Еще раз всем спасибо, кто приехал. Не представляю, если все люди выйдут из воды. Что здесь будет на море? Как тебя зовут? Соня. Откуда ты? Из Филиабинса. Как тебе здесь отдыхается, Сонечка? Хорошо, прикольно. Моро теплое, чистое. Это прекрасно. Мочи пятюню и хороший телодек. Спасибо, что смотришь. Ну, это какая-то нереальная картинка. Просто не верится, что здесь сейчас мы сегодня с вами в Малой бухте. На правой части можем наблюдать такое количество людей. Детей и всех остальных. Ну, все. В любом случае, отличный отдых. От души желаем мы. Дух, кстати, вообще не выключается. Постоянно работают, потому что люди постоянно подходят, обмываются от соли. На каменных пляжах, кстати, соли больше, чем на песчаных. По крайней мере, у нас в Анапе это именно так выглядит. Ну, и люди едят. Кто-то на земле сидит, кто-то в барах снимает. То есть, в общем, круто, ребята. Туда дальше еще есть бары, массажи. Здесь туалет по 30 рублей. Детская комната имеется. Можно там детей привезти, поиграть. 350 рублей, что ли, стоимости. Можно увидеть, там ребенок сидит, занимается с детьми. Торисуют поделки разнообразные. 350 рублей за 30 минут. Вот, ну, красное размягчение детей под навесом, чтобы им здесь было комфортно. Здесь пуфики стоят. Я напоминаю, что, наверное, здесь еще какие-то киносянцы проходят. Шаурма. Допустим, кукуруза 100 рублей. Шаурма 300. Поддог 270. Кукуруза 250. И в очереди они все не стоит. Напитки, коктели. Здесь тоже кукурузу продают. И всякие разные закуски с шурупами в стаканчиках. Далее, камера хранения есть на пляже. И разные принадлежности. Штепки, таралки. Ну, а далее столово, как я вам говорю. Люди покурить отходит подача. На пляж с собаками запрещено. Стоит знак такой. Пойдем посмотрим, само столово, как выглядит. В столово появился еще один бар по прямой. Здесь, видим, на море можно поесть. Можно увидеть, как выглядит раздача. Все закрыто. Котлетки разные. Есть. Отлично. Слойки. В общем, все красиво. По ценам можете подвергить, что сколько стоит. Если что, ставьте на паузу. Один из лучших пляжей с вами практически весь посмотрели. И я в восторге от того, какое количество людей. Максимум информации вам рассказал. Лайк, подписка. Мы двигаемся дальше на яхте. Ух, там будут девчули. Красота и кайф. Здесь сделали еще одну зону для отдыха. Молодцы. Расширяют покрытие. Можно там весь берег заказывать. Но не забывайте зелень оставлять. Чтобы без зеленого не пришлось отрадать. Потому что видите, какая зеленая часть красивая. Вода, кстати, 27 заявлена. Воздух 34. 12-14. Время здесь у нас. Красота. Здесь с левой стороны тоже есть кафе. Шашлык вечером готовят. Музычка играет. Немножко осталось на подъем. Здесь у нас проспект Революция называется. Подъезжайте один. Спасибо, не надо. И можете подъехать. Тоже парковка большая. Но рано утром места точно есть. И вот так вот выглядит арочка входа. Мы двигаемся дальше по набережной. Сзади у нас осталась еще одна площадка для вокаута. Еще один туалет есть. Скалоглез, хорошее кафе с видом на море. Очень много мест. Здесь у нас ресторан Ковчег называется. Тут у нас по правой стороне, ребята, находится питьевой билет. Можно сходить попить водички. Место хорошее. Там пару водичек. Холодное, теплое предлагается. Анапское местное, которое у нас, по-моему, тут и добывается. Так что посещайте. И сквер есть, в котором можно гулять, в котором мало кто знает. Здесь, мне кажется, что тут как будто лавочка меньше стала. И деревьев поуббавилось. Что-то такие ощущения. Я давно здесь не был. Поэтому, если вы знаете, напишите, прав я или нет. Может быть, я надумываю. Тут ставили фудкорт, снесли. Поезд в магазин Крокс. То есть, все постоянно меняется. Клуб Питанка Белая Шляпа Анапский. И с актив 5 дырочек. Что-то название то появляется, то исчезает. В общем, тоже знаменитый Анапский туалет. Здесь можно наблюдать снизу, как люди на диких пляжах отдыхают, наслаждаются своим отдыхом прекрасным и классным. И это просто великолепно. Тут вода, кстати, почище, потому что людей поменьше. Но будьте аккуратны. Возможно падение камушков сверху. Видите, даже бутылки валяются, мусор разнообразный от людей. В этом снизу сидите. Это, конечно, было бы неприятно. Давайте сейчас сверху посмотрим на все это место отдыха. Издюбленное гостями и анапчанами. Прям муравейник, ребятки. Смотришь. И наслаждаешься вашим отдыхом. Сколько людей приехали. Все сразу на один пляж. Мы столько сегодня смотрели на место, где свободно. А там, где есть официальные спуски, там людей, конечно, прям толпами. Ну, пик сезона, он такой. И пониже чуть-чуть. Можно посмотреть, как здесь людям. Вот видите, на расстоянии друг от друга лежат, отдыхают, купаются. Воле в чистом море. В общем, каждого свое. И каждому отдых, который выбирает. Ну, кто-то вообще на катамаранах выплывает и в море катает, купается. Это вот судно с прозрачным дном. Голубое небо, облака, как белогриловые лошадки. Сосны сохнут наши от жрет, ветров на набережной ребятке. Жалко, конечно, на них смотреть, какие педные погибшие. Ужас. Идешь, уже привыкли, знаете, как местная достопримечательность. Их пересаживают. Одно из моих любимых мест в Анапе, потому что здесь такая прекрасная панорама открывается на морские берега. Видим, как туча создает теневой рисунок на берегах песчаного побережья Анапы. Мы бегем, кстати, в ту сторону. И все пляжи мы видим даже до Веселовки сегодня полностью. Не то, что там она по Витязево джемоте. Прям просматривается сегодня все очень-очень хорошо. И это красиво. Тут тенюшек сохранился. Золотая бухта. С правой стороны, снизу, находится, по-моему, по 1200 вход сюда. Пляж. Золотая бухта. Единственный закрытый платный пляж. Людей на нем не так уж и много. Бассейн есть. Это раньше было излюбленное место всех анапчан, куда приходил. Народ купался. Сейчас, к сожалению, перекрыто. Зайти с камеры тут можно, но не вижу смысла уже, сколько стучались в анапские двери. Видать, как говорится, сильная крыша этой золотой бухты, что пляж открыть до всех не могут. Хотя сейчас, когда у нас займут руководящие посты ребята, которые защищают нас на СВО, возможно, изменится здесь у нас все. Классно. Тут имеется кофейня, но дальше по прямой нам совсем чуть-чуть пройти, и мы уже будем на центральной набережной двухъярусной Анапы. Тут прогулка доставит нам много удовольствия, потому что есть и тени, и скамеечки. Вот, собственно, спуск на золотую бухту, пляж. Отель у нас бывает. Там даже отель на берегу моря. Что только нет в нашей Анапе. Это за деньги, да, за деньги, да. Песня точно про Анапу. Вот это жаришка, ребятки. Идешь, ты... И выдыхаешь. Ну, на самом деле, надеюсь, что все будет прям хорошо. Мы сейчас доберемся до яхты и поедем покатаемся. Потому что жара, конечно, убивает. Здесь у нас экскурсии есть. Морские прогулки. И хабро. Ниди Эйвена. Тоже приглашает кофе и десерты. Раньше по-другому называлось. Мы сюда заходили и ели. Сейчас, честно, даже не знаю, как. Но если вы что-то там пробовали, прищите обязательно. Нам. Здесь набережная, переулок Кордоны. 27-й причал это место называется. Справственность имеет винодельня, если что. Тут впереди еще есть море и рыба. Черноморская кухня поесть можно. Да, Черноморская кухня поесть можно. Да, Черноморская кухня называется местечко. Раньше прям очень культовое заведение. Сейчас стоит практически всегда пустое. Здесь Саркан, Тенегас и Бас Камбала Катран предлагается. И есть меню. Морбульная, Катран, Камбала. Выбор такой довольно-таки большой. Дешевый. Здесь столовая с правой стороны. Тоже пользуется популярностью. В общем, друзья, точек общепитных квадратный метр становится прям очень много. И торговля в принципе. Мне кажется, никогда в Анапе столько торговли не было. Сколько в этом году вижу. Охренеть просто. Причем все в разном стиле стоят. В разнобой. Только сверху находится у нас атмосфера. Зона, где можно подымить, посидеть, почилить, поесть вкусно. И посмотреть на море с кондиционером. Либо вечером с открытыми окошками на закат. В общем, атмосфера подымаетесь через отель Атлантида. Кстати, отель Атлантида у нас тоже есть на обзоре. В таком месте отдыхать, мне кажется, в удовольствие. Вот, что-то, пока и здравствуйте. Хорошие прогулки. Здесь небольшой уголок со спортснарядами и горкой для деток. Красиво украшены. Моим другом Амазасов, привет. Спасибо тебе за это место. И двигаемся дальше по нашей любимой Анапе. Здесь у нас туалет. Единственный коммерческий в Анапе. Стоимость полтинник у него. С левой стороны депо. Фудкорты с фудтраками. Где вы можете посидеть, насладиться пищей. Разнообразно. Мы здесь ели в начале сезона. А это улица Ленина, естественно. В общем, выбор большой. Там можно с видом на морской порт покушать. И красивый сквер, который упирается как раз таки в морской порт. Далее начинается двухъярусная набережная. На ней меня уже ждут. Чуть-чуть осталось. Как же высый голос стал после того, как здесь спилили деревья. Это у нас ля веранда. За ней находится санаторий. Так все здесь тег выглядит. Мне кажется, раньше было гораздо красивее. Пишите, что вы думаете об этом. Когда вам нравилось больше. Вообще. Вот к капитану мы пришли. Здесь лево спуткаемся к Марине. Там, где яхта. Сейчас пойдем одну красавицу заберем. Где-то она здесь нас ожидает. Вы видите номер телефона на экране. Максима, который может вас отправить покататься. Так как мы сейчас также будем наслаждаться. Время у нас 12.30. Мы подходим к центральным пляжам Анапы. Сначала набережная. У нас и температура воздуха 34 градуса. Что-то как-то жарковато. Здесь вид как раз таки на все яхты. Можете увидеть, которые в бухте стоят. Я вот нашу не вижу, на которой мы катаем. По крайней мере, ее на месте пока нет. Но она, считав на часу, вернутся. И уже будем на ней отправляться. Вот так вот. Красиво. О, полуголые девушки. Здравствуйте. Ой, Петюнечка. Как твое настроение? Отлично. Ты готова кататься на яхте? Да. Шокировать нашу своим внешним видом? Ножку. Ножка? А, ладно, давай ножку покажем. Так, друзья. Мы с вами наблюдаем вот это место. Красивое, классное. Тебе здесь понравилось, да? Да, очень красное. Она мне пишет. Юра, здесь такие красивые мужики. Или здесь сидят? Это кто сказал? Ты. Ну вот, смотри. Это не ты была? Меня мужики не интересуют. Это печально. Девушка, я в шоке. Красиво же сделали. Вот так всю набережную, по идее, хотят переделать. И вот туда сквер он тоже должен видоизмениться. Но здесь уже с правой стороны еще контент сломалось деревянное покрытие. Никто не может понять, что случилось и почему. Но думаю, в дальнейшем разберемся. Сейчас его будут демонтировать, как-то перекладывать, что-то делать. В общем, настил чуть-чуть подустал. Здесь у нас находится Бейк-парк в Анапе. Но ребята говорят, что надо сначала на озерах тренироваться. Потом можно в Анапе вот тут по кругу катать. Ну, я бы хотел, конечно, попробовать. Было бы интересно и здесь, потому что там все, в принципе, получилось. Ну, и центральный пляж Анапа наблюдает, что людей как не особо много на обед разошлись все, в принципе. Так, мидии и вино. Мороженое. Ребята, здесь есть кофейня с левой стороны. В общем, местечко клевое. Привлекает сюда прийти и кайфануть, на самом деле. Здесь наш любимый корабль, которого отломали, штурвал. Но алые паруса потихонечку выцветают и еще существуют. Далее фонтан «Жемчужный». Но хочется отсюда глянуть на песчаные пляжи, чтобы завершить сегодня обзор по каменным. Тем более время есть у нас до яхты еще 20 минут, и мы прекрасно успеваем сделать все, что нам надо. Ее мы сфотографировали, она счастливая, довольная, идет рассматривать свое фото. И инстаграмчик пополняется. Да, как там инстаграмчик твой зовется? Я споткнулась. Ничего страшного. С-доги. А что это значит? Фамилия муфига. И смотрим. Друзья, мы смотрим на центральный пляж Шанапы. Отсюда начинаются песчаные пляжи. Вы можете увидеть количество людей. Я, честно, издалека подумал, что их немного. И что-то море не особо лезет сегодня. Будьте аккуратны. Каждое утро здесь прибывают скаты. В телеге мы это публикуем. Подписывайтесь. Будьте в курсе, где скаты обитают. Но, честно, люди, наверное, разошлись у нас уже. Это мы смотрим. Есть еще центральный лечебный пляж. И вот где-то с Гребенской у нас начинается уже обычный пляж. Лечебный пляж, потому что бы оно что относился раньше к санаториям. А вот место, где качели и выход с Гребенской. Тут вообще прям людей очень и очень много. Ну и дальше поворот. Пирс. Речка Анапка. Офигеть. Тут муравейника людей в море, конечно. Ну, смотрится круто. Спасибо еще раз говорю о душе всем, кто приехал на наши пляжики отдыхать. Итак, главный по яхтам Максим. Здравствуй. Если что, обращайтесь к нему по яхтам. Представь, пожалуйста, своих девочек. Это Юля, Света Катя, это Лера. Очень приятно. Так, друзья, здесь тоже пляжик есть. Можно прийти сюда купаться. И мы пришли на яхту, на которую мы сейчас поедем. Ну что, ух ты, ребятки, мы вышли из бухты. Девочки, машите ручками, все счастливые, красивые. Отдыхать мы будем круто. И едем искать чистое море. Дельфины там вдруг будут. Голые русалки нас интересуют. Это мы задание для капитана даем, чтобы он все точно нашел. Максим, ты какой раз уже на яхте? Второй. И второй со мной. Слушай, я что, всегда, как говорится, я всегда с собой. На яхте. Мне кажется, надо сейчас раздать этот корабль. Девчонки, смотрите, вам не страшно? Нет? Руссо-300. Обликом морали. Прикольно так проходят мимо кораблей. Итак, самое важное в парусной яхте, это выпуск паруса, друзья. Так он большонечко размотался. Все. Как правильно называется этот парус? Снаксиль. Снаксиль. Снаксиль на месте. Ух, и сразу яхте чуть ложится на бок. Сколько сейчас ветер дует примерно? Метров шесть. Кайф. На кайт году немало, а на яхте он вообще идеально. И под парусом мы сейчас выходим в свободное плавание. Как вам ощущения? Прекрасно. На гидриках раскатаны, такие, видите, большие гидроциклы. Наконец, команда, раздеваться. Можете в каюту скидывать одежду все, девчонки, давайте. А когда туда нырять? Уже можешь. Давайте мы сейчас с вами подъявляемся, а потом мы все раскидываем. Максим, ты чего не раздеваешься? Я пою. А ты чего не раздеваешься? Я подожду. Кого? Я под камеру. Так же неинтересно. Все, друзья, мы ушли уже довольно-таки далеко от берега. Так выглядит наша яхта под парусом. Это просто восхитительно. Ребята рассаживаются, прячутся под парусом в тенечек. Сейчас мы выйдем подальше и будем искать чистое море. Красивая, прекрасная. Сзади нас осталась великолепная Анапа. Так, друзья, мы сейчас уже вышли в море. Будем начинать купание. Температура воды здесь, вот какое-то море, 28,4. Релакс. Музик, да? Да. Вот, ты видишь свои глаза? Она купаться не будет, она боится. Говорит, два раза уже не знаю. Она там чуть не утонул. Третьего не минулась. Вообще кайф. Слушайте, какой релакс. Кайф, ребята. Акулы, например, плавали, да? Девочки уже согласны на купание и врываются туда. Есть. Все, первый пошел. Давай в Турции встретимся. Второй тоже готов, уже практически. О-о-о-о! Как животик? Не бойся. Все, отрезай веревку. Пока. Итак, Максима отправляем за борт. Он себя слишком плохо вел. Пока-пока. Вот это контент. Как оно? Все, пока. Не дай бог кто-нибудь в море пописает. Я смотрю, водоросли уже появляются. Соседние яхты, походу, кто-то. Три, два, один. Машите ручками. Такой мантичный прикольный. лучше чем на пляже ради этого на яхте люди и катают какие кадры это что такое за поза как то ощущение спереди очень прекрасно а как купание самым вам как девочки купания идеально да как говорится ух какие виды у нас открываются фантастически ну и последнюю нам осталось искупать и уже как кинули спасательный круг ну давай светлана водичка просто кайф давай мы в тебя верим если ты что вдруг до него доплывешь да удачи ближняя пустыни и довольные лица умиротворенные самое главное ваши улыбки это подтверждение того что он понравилась девочки самое самое важное и мы сейчас потихонечку вы не возвращаться обратно да да нам пора любовная любовь машите ручками в общем это вида улыбайся и те потянут все друзья мои мы возвращаемся обратно в порт покупались поплавали кайфанули девчонки все довольны это самое главное как говорится для мужчин когда и женщины счастливы под парусами и и и Субтитры сделал DimaTorzok